Березно подумать, я вам скажу удивительно, и полынь знают все, да, особенно горькую полынь. Полынью можно делать чудеса. Горькой полынью. Можно делать чудеса березой. И знаете, как интересно стать доктором одного растения. Да ну как-то неинтересно, не серьезно. Но на самом деле, если очень глубоко, если так вот серьезно подумать и посмотреть на ту же самую березку, и вспомните, еще до сокодвижения, часто и февраль, там, март, начинают собирать почку березы. Немножко дальше уже движется сок, насажает сок, кто-то его упаривает. Вот у меня есть пациенты, которые упаривают, буквально живут в очень хорошем месте, упаривают его буквально до таких объемов, вот, 3, может быть, 3 ведра сока собрано до литра, то есть он тягучий, концентрат они открывают, разводят. Потом идут дальше, начинают отвар травы или сок травы заготавливать, смешивать вместе с соком. Начинают еще дальше думать о чем-то. То есть, ну, видите, как интересно движется все это. Потом, смотрите, потом идет у нас с вами самое такое интересное время, когда сокодвижение практически заканчивается, и лопается почка березы. И вот почка еще не лопнула, а она, вот, в буквальном смысле слова, налетався. Вот я хочу сказать, вот, по моему опыту, это намного сильнее, чем почка сама. Вот когда у нас март, февраль, когда ее обмолачивают по всем нормам аптечным, и вот ее продают такую вот эту почку. Вы знаете, вот та почка, которая вот-вот лопнет, из которой покажется кончик зелененького листочка, является самой активной в биологическом смысле слова, в биохимическом. Потому что у нее все качества почки непосредственно и листа, скажем, вот такого, это очень ценное сырье. И вот, скажем, вы собрали вот такую почечку, вы на ней, конечно, сможете, это я, к примеру, просто вам расскажу вот так, что вы удивились, как только одно растение может, и не переживая, что вы чего-то не сможете. И вот смотрите, как интересно, эта почка биологически активная, и даже если уже лопнула почечкой, показался зеленый носик, однодневный лист березы, так называемый, вы уже сможете сделать такие чудеса. Это может быть чудесная мазь, это может быть масло чудесное, это может быть спиртовая настойка, которая поможет при любых инфекционных проблемах, так, вирусных заболеваниях, скажем так, поддержит семью. Но есть противопоказания? Есть, я о них скажу, конечно, безусловно, иначе бы все было очень просто, скажем так. А дальше у нас что с вами идет? Двух-трехдневный листочек березы, да, скажем, дальше уже половина почечки, а половина зеленого листочка, да, торчит. Это уникально. А там уже двухдневный листочек, трехдневный листочек. Когда листочек вышел, а крылышко, крылышко, буквально крылки почечек еще висят, представляете, и когда мы начинаем ее собирать, такой листочек вот у березки, его очень трудно довезти, потому что там смолы, представляете, какие там смолы. И вот начинаем, возим в специальные такие ящички, в которые, чтобы не прилипало, чтобы, не дай бог, вот смола, чтобы не слип, все у нас слипнется немножко, будете обязательно все это расщеплять, сидеть. И будет она темная, почти черная. Высыхает, как стекло становится. Это очень ценное сырье абсолютно для масел. Масло получается, масло из березы получается тягучо-темное, почти черное такое. Это основа многих таких, для нас, например, есть такое, я не привезла, к сожалению, такое масло есть, показать. Фитоспас называется, уникальное масло. Назвали это фитоспас мы его. То есть это масло не одного растения, а трех растений. И одно из растений, это вот как раз береза, вот в таком состоянии, когда она практически темная получается. И заливать также можно, допустим, если маслице мы с вами делаем, не только, скажем, маслом подсолнечным, дезодорированным обычно используем маслице. Но технологии, это я вам на семинаре какие-то, если вам будет нужно, я все это расскажу, запишите, может горчичное масло выступать, может кунжутное, может быть горчичное с добавлением кунжутного. И каждое из этих масел будет менять действие масла, абсолютно, это удивительно. Даже, скажем, состояние депрессии у человека, как мы можем, каким маслом воспользоваться? Конечно, самое теплое масло, удивительное, дарящее жизнь, тепло организму, двигающее и меняющее состояние человека от холода к теплу, это кунжутное масло. И снимать депрессии, конечно, мы будем маслицем, скажем, настойным на кунжутном масле. А если мы переживаем, что вдруг маслице у нас испортится, которое мы наставим, конечно, мы поставим тогда обычное, вот то масло, которое, ну, все, они все необычные, назвать их нельзя вообще обычными, каждый из масел это искусство, скажем. Когда вы впервые это сделаете, вы удивитесь и скажете, неужели это сделал я, неужели я это могу. Но дело в том, что, чтобы оно стояло, и каждое масло может стоять, нужен консервант. А как сделать так, чтобы масло стояло без консерванта химического? Как можно сделать, чтобы оно было природным консервантом? Вот кунжутное масло – это природный консервант. Масло зверобоя – это уже природный консервант. И однажды, вот видите, такое маслице удивительное. Это масло зверобоя. Я потом расскажу, почему оно красное. У вас тоже будет красное. Это единственное масло, которое, ну, естественным образом получено. Просто оно стоит на солнце. И вытяжка гиперацина, вещества, которые в нем есть, окрашивает его в красный цвет. Это масло просто уникальное. Это аптечка, которая может вообще делать очень многие вещи. Очень многие. Ну, пошли дальше к березке, скажем так. Дальше у нас идет трехдневный лист березы. Это уже двух-трехдневный лист березы. Это у нас пятидневный лист березы. Это у нас антигельминтная программа, в которой, видите, вот пятидневный листочек березы, на которой висят почечки кое-где еще оставшиеся. Она темная такая, она смолистая. Это лимблиозы. То есть от лимблиозов, круглых и плоских листов. Поэтому вы сможете, собрав просто, не делать вот такие вот вещи серьезные, а сделав только именно, скажем, для себя собрать пятидневный листочек березки, вы сможете сделать хорошую тоже программу для себя, но которая будет уникальна. Желчегонная, желчегонная, как обычно в медицине мы говорим, я буду говорить очень простым языком для вас, чтобы было понятно. Мы говорим холинетик, холикинетик в медицине. А для вас это будет звучать как? Это образующая желчь, способствующая образованию желчи, а нам это необходимо. И также двигающий холикинетик. Холинетик образующий, а холикинетик, кинетика, двигаться от слова. То есть, если мы с вами так вот серьезно сделаем диагностику и сделаем УЗИ желчного пузыря печени, то очень многие увидим, что у очень многих дискинезии желчного пузыря, спазмирован желчный пузырь, у кого-то стеночки неэластичны, у кого-то фиброз, сморщенный желчный пузырь, у кого-то перекрутка или изгиб, перегиб желчного пузыря. И это практически каждый второй. Поэтому, скажем так, мы все нуждаемся с вами в помощи, чтобы желчь двигалась правильно. Если говорить о клинической медицине, если говорить о западной, восточной медицине, вернее, о западноевропейской медицине, то мы с вами можем сказать, что, скажем, по воззрениям, значит, этой стороны медицины, мы с вами видим, главенствующим является управителем, это желчный пузырь. Гепатабилиарная система от состояния желчного пузыря печени зависит очень многие процессы в организме у нас с вами. И вот представьте себе, вдруг какие-то проблемы с этим органом. А у нас еще и вот, что делают? Удаляют очень часто. И более того, гастронтеролог, которым вы пришли на прием, может иногда вам сказать, пожалуйста, вы нуждаетесь, значит, в операции, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы как можно быстрее прооперироваться. Потому что он вам не нужен, он у вас забит конкрементами желчный пузырь. Зачем он вам нужен вообще-то? В принципе, это опасно, куда-то поедете, вдруг там что-то, взрывоопасная ситуация, человек напуган и идет оперироваться. Вы знаете, действительно место имеет, когда вот такое предложение, когда опасная ситуация, когда мы знаем, что сейчас очень серьезные есть аналитические возможности, когда мы делаем диагностику и смотрим на качество конкрементов, на их биохимическую составляющую. Если это действительно калькулезный, такой очень серьезный, с кальцинатами забитыми желчный пузырь, более того, отключенный, неработающий желчный пузырь, конкременты очень большого характера, и даже тогда мы не делаем частая операция, поддерживающую терапию. Не спешим расстаться с органом, который нам очень важен. А сделаем только это в таком случае, когда начинает мешать жить, когда боли появляются, когда дискомфорт уже очень серьезный, скажем там, а конкременты очень серьезные. Вот здесь и то мы всегда должны дифференцированно к этому подойти. Но если в случае там действительно практически забит желчный пузырь, но болей у человека нет, никогда он его не беспокоил, несмотря на наличие серьезных конкрементов, всегда нужно обязательно со своим лечащим врачом, и если у вас есть серьезный фитотерапевт, именно поговорить мнение одного, выслушать мнение другого, и более того, может быть даже мнение третейского судьи, еще третьего специалиста, по возможности для того, чтобы сохранить, потому что есть средства фитотерапии, гомеопатии, которые улучшат состав желчи непосредственно, скажем так. И вы можете быть спокойны, что желчный пузырь может быть сохранен, потому что от его работы, который не нужен, как многие считают, в том числе, скажем, и клиницисты от медицины и от науки, на самом деле, это орган, который отвечает за очень, ну что вы говорите, это же всего-навсего резервуар для хранения желчи, на самом деле, как только удаляется желчный пузырь, мы говорим так вот, в таком контексте, очень легком, разговорном, летят суставы, летят сосуды, что такое летят суставы и летят сосуды, это означает, дело в том, что все в организме действительно взаимосвязано, взаимосвязано у нас. И желчные кислоты, в частности, очень необходимы для полноценной работы всего организма, в частности, кишечника. В 12-перстную кишку, когда попадает желчь, мы говорим о том, что работа 12-перстной кишки, она очень важна, что это тоже гормональный орган. Кто-то говорит, ну как это гормональный орган? У меня даже, знаете, врачи на лекциях говорили, у Ленина, а как это гормонально? Мы такого даже и не слышали. Ну а прямой такой, знаете, ответ очень простой. Женщине удаляют желчный пузырь в 35 лет, месячный цикл у нее останавливается. Не просто стрессовая ситуация, а повлияла очень серьезно. И гинеколог не мог решить проблему. То есть очень серьезно начали работать с этой ситуацией. То есть зависимость очень такая серьезная. Потому что, скажем так, если существует дисфункция гормональная у женщин, допустим, с миоматозными образованиями, сразу нужно смотреть, что проблема есть в желчном пузыре или нет. И как правило, 85% есть проблема на лицо. Как часто именно спазмирован желчный пузырь и не выделяется в 12-перстную кишку вовремя желчной кислоты. То есть, значит, в 12-перстной кишке я немножко уже пошла туда-куда и не думала. Ну, чтобы вы поняли, для чего нам это нужно. А береза здесь очень многое может сделать. То есть я хочу немножко вам доказать, что все-таки это гормональный орган. Почему? Значит, в 12-перстной кишке выделяется, вырабатывается, вернее, 38 больших дуаденальных гормонов. Вернее, извините, 36 больших дуаденальных гормонов. 16 на торможение, 16 на активизацию процесса. Эти гормоны, если все нормально, выделяется желчь вовремя, то эпители 12-перстной кишки продуцируют практически вот эти самые большие дуаденальные гормоны. И у нас с вами дальше пищеварение, не только, скажем, в контексте женского организма, но и мужского, проходит, в принципе, безболезненно, все правильно, на нужном физиологическом уровне, в норме. Но если, скажем, здесь проблема, то всегда взаимосвязь по уровню прямой и обратной связи, 12-перстной кишки, печени, щитовидной железы и гипофиза, мы имеем очень серьезные проблемы, вплоть до опухолевых заболеваний женской половой сферы. И вот здесь, смотрите, как интересно, поэтому вот такое обычное, простое растение, как лист березы, обладает свойством поддерживать желчь в гомогенном состоянии, чтобы она не уплотнялась, чтобы не было так называемого сладжа, чтобы она не склеивалась, не уплотнялась, чтобы не ложилась таким вот комком, скажем так, так, чтобы была возможность участвовать во всех физиологических процессах желчного пузыря. Вот поэтому березка, собранная, скажем так, в весенние месяцы, первый летний месяц, ну, практически до троицы, троечный лист, вы знаете, да, вы можете прекрасно воспользоваться как желчегонным средством. Ну, как паразитарным, противолембриозным, я вам уже сказала. Более того, вопрос, есть ли какие-то противопоказания, противопоказания молодого листочка, скажем, почки, молодого листочка, когда будет, когда у человека пиелонефрит в анамнезе, в стадии обострения, когда паренхима, значит, почек, может раздражаться от смол, которые вот прям совершенно такие, только-только собраны листочки, или они высушены, там достаточно много смол. Таким людям именно в стадии обострения не дается лист березы, а дается таким людям, как правило, лист березы уже более зрелый. То есть это, значит, 7-10 их лист березы, конечно, собранный вот на троицу, или перед троицей, но уже зрелый, в нем таких смол уже нет. Хотя сами по себе смолы, конечно, уникальны. Почему и работают они с инфекциями, как бактериостатическое средство, великолепное. Вот вам, пожалуйста, это очень серьезно. Дальше. Почечные, почечные это растения. Можем, только сейчас сказал, что противопоказания. А почечное растение это или нет, сможет помочь нам в заболеваниях, с проблемами почек. Сможет ли оздоровить? Да, может. Мочек половую систему, в частности, почки. А когда? Когда мы, скажем, если у нас с вами проблемы с мочевым пузырем, с эститом, когда проблемы, как я говорила, уже с литиазом, конкрементами в почках, тогда мы с вами, а литиаз очень часто сопровождается пиелонефритом. Не всегда, но очень часто, потому что, безусловно, как только начинают конкременты двигаться, идет воспаление почечной лоханочки тоже. Вот здесь тоже у нас хороший зрелый листочек. Если мы с вами говорим о витаминных моментах, о укреплении иммунитета, может береза помочь? Может. И там, и там. Смотрите. Обладает свойством противоопухолевого действия. Да, вы понимаете? За счет совокупности вот этих всех качеств, и печеночного, желчного, значит, холекинетик, а потом мочегонное прекраснейшее средство, конечно, это воздействие еще противоопухолевое. За счет того, что мы знаем, сами по себе опухоли никогда не образуются. Да, всегда серьезный сбой в организме должен предшествовать. Так вот, если говорить о, скажем, любой, если вы ничего не знаете, скажем, да, но собрали лист зрелой березы именно, листочек зрелой березы, то, пожалуйста, он может быть основой любого сбора, если вы не хотите нанести никому вреда. Любого сбора. Это может быть почечный, это может быть для желчного пузыря, для печени, это может быть противоопухолевая основа, это может быть, значит, основа иммунная. Пожалуйста, любой. Вот такое чудо березы. Кроме всего прочего, березки в определенный момент, речь идет, конечно, не о бересте, которую мы видим, да, вот как туисочки иногда сплетают с беленьким вот таким вот белой поверхностью. Нам интересно с вами, когда под вот этой белой поверхностью идет другая, то кембрия между внешним слоем и кембрием. Есть еще прослоечка, скажем так. Это уникальная составляющая бетулина. То есть, что это такое? Это, значит, вот этот чай-дриозы содержит вот такое вещество, как бетулин. Все остальные части содержат? Содержат, но очень мало. Вот эта часть содержит бетулин. Она работает даже с туберкулезом легких. По действию, скажем, противовирусного, это очень сильное средство. Это работает с гепатитами, с гепатитом С в том числе, скажем. Поэтому в план лечения таких и оздоровления, скажем, таких пациентов нужно обязательно включать вот такие бетулиносодержащие. Смотрите, какое чудо. Это все береза может. Поэтому, если вы подумаете так, серьезно скажете, знаете как? Я, наверное, остановлюсь. У меня среди моих слушателей было такое, что именно женщина занялась только вот этой частью березы. И она занималась и занимается очень серьезно этим. Кому-то что-то нравится из этого. И кто-то начинает специализироваться. Если мы говорим о полыне, ну тут полынный доктор. Знаете, в Германии, я сейчас не помню фамилию, но есть такой доктор, полынный доктор, который лечит полынью, которая собрана, может быть, во все фазы буквально роста. И совершенно разное будет действие. Полынь – одно из моих любимейших растений. У меня есть слушатели, которые практически посвящают большую часть своей работы, своей терапии именно этому растению. И становятся пропагандистами как раз вот в этом плане. Это Уральский регион, это Пельмь. Удивительные люди совершенно, которые там живут. Эмма Ивановна Иванова, Пономарева Галина Владимировна. Вот удивительные специалисты, которые очень, среди очень многих, скажем так, своих точек приложения, своих талантов, они избрали тоже и полынь. И замечательные результаты. Поэтому вот посмотрите даже, Эмма Ивановна есть в Ютубе о полыне. Есть ролик, посмотрите. Напишите, Эмма Ивановна Иванова, полынь. Вот так напишите и послушайте ее. Она вообще, Эмма Ивановна, удивительный человек совершенно. Она, когда слушала первый раз семинар, она вышла, у нее глаза сдвинулись, переносится ногой, Елена Викторовна, как это все, у меня все смешалось, тут все, как это все, можно вот по полочкам разложить. Придет время, придет время. Тем более, помню, первый семинар был трехдневный. Буквально, как и не сказали, крышу у нас снесло от знаний, от всего. Ну и сейчас, 8 лет мы встречаемся. 9-й год, вот я скажу, 9-й год езжу туда. И я хочу сказать, если новенький попадает в группу, группа стабильная идет, много лет, и если кто-то новенький приходит, не очень любят старенькие, они сразу так смотрят и напрягаются, в каком плане, и тут же сообщают. Так, поменьше вопросов, пожалуйста, какие-то вопросы задаете в перерыве, чтобы не отвлекаться. Мы вам поможем. Нет, они опекают, они с удовольствием. Что-то, какие-то печатные моменты предлагают обязательно, друг к другу обмениваются. Вот, очень много из того, что вот есть, скажем, ну и потом вижу, ну, новенькие выходят, вот такие, после третьего дня, никакие. А эти спокойно сидят. И когда что-то в терапии идет, я говорю, так, вот сбор, вот такой-то, такой-то сбор, сказала при таком-то заболевании или что-то, так, быстро части, части сбора растения называют. Сколько частей какого растения? Тут же идет, уже профессионалы, представляете, уже Светлана, столько-то частей, золототысячника, столько частей. Вот они идут, идут, быстро говорят, говорят, знаете, радостно. Радостно, потому что это уже вот, ну, отдача идет, отдача, отдача. Очень уже, а еще бывает, знаете, как удивительно. Удивительно то, что люди приходят, ну, скажем, совершенно разные. Вот я даже скажу, у меня вот три дня назад был телефонный звонок от одной и слушательницы, слушательницы именно вот этого. Я избегаю слова ученик, вы, наверное, заметили, да, ученик? Потому что я считаю, что надо следовать тому, о чем сказано в Евангелии. Никого не называйте учителями, ибо учитель у нас один. и поэт, и наставниками никого не называйте, потому что они первое время наш учитель, наш наставник. Нет, мы братья и сестры во Христе. И если есть возможность у кого-то знать больше, то должен поделиться этим, скажем, вот так вот. И тогда мы говорим, слушатели, я говорю, поэтому так. Наставника как называть в этом случае? А вы можете еще какой-то? Наставник, синоним, скажите. Ну, я почему говорю, вот видите как, я избегаю, мне самое главное не сделать так, как отец заповедал. Самое главное не нарушить. Вот сказано не называйте никого. Нет, нет, учениками мы называем слушателями, а наставника как назвать правильно? Ну, я, наверное... Старший брат? Старший брат. Я почему брат и сестры? Я почему я в другого не нахожу? Брат и сестра, наверное, так. Брат и сестра. А вы придумаете, вы придумаете. Я думаю, что какой-то неологизм, а может быть что-то старое найдете, но теплое такое. Надо придумать что-то, потому что мне не хочется. Мы нарушаем везде все время. Все, кругом. И вот когда вот здесь, все время, ну а почему, когда сказано так? Не надо этого делать. Не надо. Хотя льстит всегда быть учителем, наставником. Знаете, как это? Это гордыня. Распирать начинает, что ты учителя, наставник кого-то. А тебе там еще учиться, всю жизнь не учиться. Ну вот так. Человек так устроен. Но хочу с вами сказать, что вот женщина позвонила три дня назад. Это к тому, что чем вы будете заниматься. будете, не будете, у кого какие вопросы. Эта женщина пришла ко мне девять лет назад, ну, восемь с половиной лет назад. Она пришла сказать мне спасибо. Она риелтор по роду своей работы. Она не медик, не врач, не медсестра, не фельдшер, не целитель. Она пришла сказать спасибо, потому что в свое время мы Ивану Галина Вадимовну дали ему телефон, потому что проблема с дочерью. С дочерью была совершенно серьезно экстренная. Как поступить? Ребенок был в стационаре, и она сомневалась. Она засомневалась. И, в общем, получилось так, что мы разрешили эту задачу. И, к счастью великому, не сделали пункцию, которая очень серьезно могла бы повлиять на головной мозг ребенка. сделали консилиум правильно. И вот она пришла на этот семинар перед семинаром поблагодарить вместе с этой девочкой, которая удивительный рисунок нарисовала тогда. Ну, вот Ивану Надимовну ей говорит, а вы останетесь, послушайте немножко часок. Вот так, послушайте. А потом уйдете. И она осталась, Наталья. Она осталась, и вот три дня назад она мне говорит по телефону. «Видовик, ну, знаете, что я вспомнила? Вот когда я к вам пришла тогда на часок-то, вы говорите, посидите, посидите часок. Я сижу у вас, слушаю, думаю. А зачем я вообще начала слушать и думаю? А зачем я пришла-то? Зачем мне это надо? Мне же вот это не нужно? И вдруг ваши слова. Я к таку-то вздрогнула. Некоторые из вас сидят и думают сейчас. И что я здесь делаю? И вот прямо вот слово в слово. И зачем я сюда пришла? Или пришел. А вы бы смотрите в сторону. И вот так говорите. Наверное, чтобы на меня не смотреть. Но только не догадывается этот человек или эти люди, что это может, это станет делом всей их жизни. Это действительно так и случилось. Это стало делом ее жизни. Это очень серьезно. Наталья очень серьезно, глубоко в это во все вошла. Она очень помогает людям. Она собирает травы. Недавно опять, вот почему она позвонила, там, батюшке с матушкой, там проблемы серьезные, священника знакомого. Просила помощи, консультации, вот, что правильно ли она делает, скажем так. И когда я говорю правильно, я говорю, найдите вот это, вот это, вот это, вот такой корень. И она говорит, у меня это есть, и это есть, и это есть. Накопала, накопала, это дело, это собрала Наташа. Ну вот ириса нет, кончился ирис, Елена Викторовна. Я говорю, хорошо будут девочки ваши в Москве передам ирис. Вот. Вы понимаете, как, а там рак поджелудочной железы, в общем, в самом-самом, в начале. То есть я хочу сказать, что человек уже очень-очень серьезно к этому подошел, к этому, который вообще, ну, целина была, ну, риэлтором, удачи нет, ничего нет. И вот так вот мощно-мощно человек пошел. «Захотеть» называется. Поэтому, если не таким образом, или, скажем, если вы не врачи, и не целители, хотите помочь своей семье и самому себе, тоже очень можно много подчеркнуть. Хочу сказать, что на семинарах речь пойдет не только о травах, но и о средствах натуропатии других, скажем. Это могут быть аминокислоты, витамины, которые нам нужно при той или иной заболевании применить. Более того, вот, Наталья, она мне бросила вопросы и сказала, вот, она позвонила и сказала, Наталья Зайцева, она мне говорит, «Ленина Викторовна, как-то что-то это, надо о вас что-то, чтобы вы написали что-то, потому что очень мало было о вас информации, чтобы люди послушали о вас. Я вам вопросы пришлю, я говорю, хорошо, я отвечу». Вместе с тем, я удивилась очень сильно, почему, потому что там есть программа в интернете, какие вопросы обсуждаются, хотя, конечно, наша программа выходит за рамки, абсолютно, скажем так, это первое. А во-вторых, там есть ролик, вы видели, да, ролик таблога, на сборе таблога. Я просто хочу сказать, я удивилась и сказала так, если, знаете, опять Евангелие, на всем протяжении, наверное, мы будем всегда обращаться к Евангелию, званых будет много, а призванных мало. Помните, сказали такие слова? Так вот, хочу сказать, что травничество это не массово, это не магия, как там приворожить, как сделать так, чтобы денег было много, там, или еще что-то. это совсем, это то, что популярно может быть, нет. Травничество это сокровение, это все равно труд, это желание помочь, это серьезное участие, скажем так. Вот, и сказать, что всегда на этом пути много людей, такого быть просто не может. Мы говорим, мы говорим о питании на своих семинарах, потому что есть заболевания, допустим, при которых абсолютно исключаются молочные продукты, абсолютно. Есть заболевания, при которых там, значит, исключается хреб дрожжевой, есть какие-то продукты, вернее, есть заболевания, которые как бы нацелены исключительно на, если мы с вами нацелены на выздоровление, четко в рационе начинаем придерживаться того или другого. И, скажем, общая терапия и назначение будут работать эффективно тогда, когда соблюден вот этот режим, скажем так. То есть я об этом тоже поговорила. Что еще? Ну, скажем, да, когда она вопросы написала, и у меня, ну, настолько, знаете, вот настолько это время было напряженным, я уходила очень рано и приходила очень поздно. И для меня даже просто открыть компьютер, вот у меня писем накопилось всяких разных, тогда я всегда говорю, я вам ответов давать не буду, потому что мне физически некогда. Вы лучше телефон внизу напишите, мне легче вам позвонить даже будет. И очень редко я это делаю, когда пишу письмо, когда уже деваться некуда, какая-то очень сложная ситуация. Просто поверьте, у меня физически нет времени, потому что прием пациента, скажем так, все, что я приняла человека, это надо вот это все сделать. Иногда есть дежурные моменты, когда я, допустим, почечный, печеночный сбор могу дать. Ну, сборы различные есть, конечно. А иногда бывает ситуация, когда дифференцированный подход абсолютно, этому человеку я должна сбор сделать индивидуально. То есть у него такие вот серьезные проблемы, скажем, или очень тонкая ситуация, когда я должна все это сделать конкретно под него. Более того, здесь еще и наука. Я занимаюсь наукой. Много времени это отнимает сторона. Но самая большая, конечно, это практическая сторона. Вот это вот. Потому что живу в Москве, но уезжаю к себе в деревню 200 километров от Москвы, где вот находится конкретно вот место, где все это у меня делается. Кроме всего прочего, там находятся, там места, конечно, чудесные, где мы собираем. Но собираем не только там. Кстати, уже... Я почему вот открою сейчас вопросы Натальи, которые она хотела для вас задать, да? По ним просто пробегусь. Ну вот. Траволечение. Очень большая и сложная тема. Наверное, это то направление, где обучение может длиться не просто годами, а десятилетиями. Вы знаете как? Это действительно так. Я вам хочу сказать, и мне еще учиться, и учиться, и учиться. Поэтому вопрос. Всю жизнь учимся. Это вот тот самый как раз закон. Как только ты поднимаешься на ступеньку выше, а отсюда обзор еще. Еще больше вопросов возникает. Если мы стоим с вами на горе, вы сами понимаете, и ты понимаешь, помните, как у Сократа, я знаю, что я ничего не знаю. Вот так абсолютно рождается. Так что мы с вами вечные ученики. Вот в этом плане. И дальше. Есть ли у вас какой-то собственный системный подход, который помогает слушателям быстрее освоить базовые знания? У меня нет как такового системного подхода. Я вас, наверное, огорчу. Просто вот каждый раз я прихожу, допустим, и понимаю, что формат абсолютно разный. Вот я вас почувствовала. Формат, думаю, в каком формате вести диалог. И когда я себя специалистом, у меня есть, когда оговаривается только для специалистов, когда мы в разрезе биохимии уже смотрим по назначениям, там по, значит, в нозологическому ряду идем, когда мы по составу травы разбираем, уже более так серьезно по алкалоидам, скажем, по сапонинам, то есть смотрим уже. Вместе с тем, вот, скажем, если эта группа новичков, которая целена, абсолютная целена, это тоже один из вопросов, может ли человек, который, скажем, он должен подготовиться к вашему семинару, а тогда зачем я, если он будет готовиться? Нет, наоборот, нужно единственное ваше желание и открытое сердце учиться, скажем, услышать это. А так я, знаете, как бы тучи плавать, бросаю, да, часто говорят. Я не сторонник таких моментов, но, тем не менее, это погружение. Это погружение. Погружение начнем мы буквально вот с мира, как бы вот, не просто с азов. Одновременно будут в работе, практике даваться азы, как вы можете что-то сделать, но практически у нас два дня, допустим, и, знаете, тратить их на биохимию, на что-то. Интересно вам, что такое алкалоиды? А с этого начинается любой семинар, скажем, фитотерапевта. И я, допустим, приду и буду вам начитывать тут. Вот травы состоят из сапонинов, значит, это будет у нас флавоноиды, алкалоиды, гликозиды, сапонины. И вот вы уже спите. Понятно, да? Если вам нужно, вы это почитаете, но это не значит, что вы свободны от этого. Просто интересно. Я подхожу с другой стороны. Если мы начинаем набирать какую-то траву, а на семинарах интересно, кроме общих моментов, мы всегда разбираем одну или две травы на каждом семинаре так, чтобы человек, тысячелистник, знают все практически, да? И многие говорят, ну, это кровосторонавливающее, а дальше? А дальше не идем никуда. И говорят, ну, только тромба, да тромбу он не образует. Вот с этим он и отличается от крапивы. И сколько много прекрасного тысячелистника, можно сказать, и доктором этой травы. И когда мы начинаем разбирать именно эту траву и понимаем, что мы владим золотом, это цикл золотые травы России, тысячелистник. Вот как золотые травы России это береза, золотые травы России это полынь, это репеник или репешок. Не путать репеник, это не лопух. Репеничек оптичный это репешок. А то подумайте, что лопушок, лопух, это совершенно другая трава. Земляника, цвет лист или клубника лесная. Полуница так называемая. Это тоже золотые травы России. Видите, какие? Общеупотребительные. Но вместе с тем они могут работать в очень многих нишах и практически употребляться при очень многих заболеваниях. Ну вот когда мы с вами начинаем говорить о тролле, и вот тут я как раз и говорю, а вот тысячелистник значит, вот таким вот при таком заболевании делает активно вот это. Или вот сабельник. Многие слышали сабельник болотный? Загивали. Потому что сабельник болотный наш друг, конечно. Это что? Суставы все сразу кричат. Суставы, артриты кричат обычно, коксартрозы. Значит, артрозы, вы знаете, это его узкая специализация. Это его узкая специализация. А? Шири. Кора, конечно. Вот здесь он, конечно, узкий специалист. А шири, во-первых, это противоопухолевое растение. Противоопухолевое. И потом, я хочу сказать, оговориться сразу, что все, о чем я говорю, ведется не в разрезе, бабушка сказала, или в лечебнике сказано, а в разрезе доказательной медицины. Поэтому все, о чем я вам буду говорить, подтверждено научно, кандидатскими, докторскими диссертациями, какими-то авторефератами очень серьезными. Более того, теми моментами, которые есть у меня в жизни, уже в исследовательских, моих работах. То есть, вот здесь уже мы можем с вами сказать, что мы четко знаем, что это так, а не иначе. И вот по сабельнику скажем, что если у человека очень серьезный, скажем, курс в терапии опухолевой, то сабельник, мало того, что он общее противоопухолевое действие имеет, у него есть тоже специализация здесь. Лучше всего он работает рак желудка, рак легких, значит, и потом уже рак матки. То есть, ну сначала рак желудка и рак легких. Ну и, скажем, рак любой локализации, но вот эти две локализации вот там, что ни на есть. у него зона приложения. Дальше. Мало кто знает, что сабельник это растение, которое может употребляться при очень серьезных, таких грозных недугах, как аутоиммунные заболевания, когда уже ничего другого не помогает. Очень часто гормоны назначаются, очень часто, скажем так, мы говорим, что это когда, если просто, вам сказать, когда иммунные комплексы образуются, когда иммунитет человека работает против него с мамой в организме. Вот тогда сабельник начинает работать и корректировать вот эту сторону. Удивительно. Даже гемофилия, представляете, вот такой, волчанка, красная волчанка, вот такие серьезные недуги, это тоже сабельник болотный. Кроме всего прочего, мы с вами говорим о кореиве, о таволге визолистной, о бассине, о том, что это растение антикоагулянты. Это растение антикоагулянты, разжижающие кровь, но вместе с тем сабельник, это тоже антикоагулянт. Не в такой степени, как осина и как таволга, но вместе с тем имеет, есть такая работа научная, сабельник как антикоагулянт. В эксперименте тоже все ин виво, ин витер, то есть и на животных, и люди добровольцы, то есть это тоже все научно обоснованно и доказано. Дальше, сабельник, удивлю вас или нет, вы генкобелоба знаете, о генкобелобе все, вы знаете, что как наотроп, таволга у нас великолепная, но вы знаете, что сабельник как наотроп, это тоже улучшающие функции мозга, то есть я хочу сказать, что сабельник начинает разворачиваться, смотрите, какой доктор очень серьезный, и вот когда я подойду к сабельнику, как растению, которое работает именно как доктор в отношении противоопухолевого действия, то вот здесь мы начинаем, а что в нем такого, что он так отработает, за счет каких веществ он так работает, что в нем такого особенного, вы знаете, как, когда я вам скажу, за счет того, что там есть лизин, аминокислота, за то, что там есть пролин, аминокислота, там есть аспарагин, аминокислота, там большое количество заменимых, незаменимых аминокислот, но именно в той пропорции и приоритет тех аминокислот, которые очень серьезно работают как противоопухолевое растение и создают именно такую противоопухолевую оборону. Смотрите, как интересно. И что это за лизин аминокислота или пролин? И мы начинаем говорить, что пролин содержащийся аминокислота именно в сабельнике болотном, уникальная аминокислота, вы про нее прочитаете, допустим, в интернете очень немножко, что она укрепляет костные структуры, тканные структуры, хрящи, фибробласты, кожи, особенно важно в косметологии, скажем, возрастной косметологии, но больше-то особенно и не почитаете. Но есть информация, которая более глубокая, которую не всегда выложат в интернет, которая действительно очень может даже где-то скрывается эта информация, скажем, именно в частности как противоопухолевое действие. А пролин очень часто, если мы посмотрим, как аминокислота вырабатывается у растений, которые переживают стресс очень сильный. А смотрите, опухолевые заболевания это стресс, это архистресс, это высокий уровень стресса, а пролин растения, другой пролин, аминокислота выделяется в растениях. Вот если вы, скажем, посмотрите на растения, которые растут в Австралии, где лопается земля, или у нас, допустим, в Средней Азии, да, то же самое, лопается земля поближе, или что, далеко ходить на Средней Волге, где я тоже собираю растения, почему я собираю там, потому что там иногда на почве 56 жары бывает. Это стрессовый режим. Вот растения собраны именно в таком месте, я могла бы эти растения собрать в Калужской области поближе у себя, под носом, но я соберу это именно в Павлужье, на Средней Волге, где сказано, что это область высокого или рискованного земледелия. Растения, выросшие там, буквально, вот жара такая, и мы знаем, что вот все, бутонизация, и вот оно буквально три дня, и вот нам три дня, чтобы его собрать. Но силы это растение будет иметь неимоверное. Почему? Потому что стрессовое состояние дает такую иммунную систему растений, которая может целить очень многие заболевания. а это же растение, собранное в другом месте, где много дождей, почва другая, более черноземная, скажем, или длинисто, оно будет разреженное, более биохимия. Оно будет работать. Казалось бы, наоборот. Вот мы делаем, как говорят часто, испытания делают настолько сильнее. Вот отношение растений здесь тоже вот такая история. и пролин очень серьезный, когда вот растения без воды, им очень плохо, они недополучают именно в этот момент, если мы измерим лабораторно. Пролина здесь будет, допустим, допустим, да, микромиллиграмм, а в обычном состоянии будет только 3. Знаете, какая разница? А пролин нам необходим именно в этом качестве, именно этого пролина. Скажите, я возьму аминокислоту и куплю. Качество природного пролина, оно не сопоставимо, не сопоставимо, потому что все это хорошо, когда вы можете дополнить, заполнить, но если есть возможность природная, клетка получит свое от родного. Понимаете как? Это органично очень. И клетка не выстроит бастионов охраны, а возьмет тоже как свое. И вот это на таком маленьком примере, и вот мы начинаем в отношении растений говорить, вот что такое пролин, свойства пролина, то, что нигде не пишут, я рассказываю. И через какое-то время, когда я читаю лекцию, приезжаю и говорю, вот в этом черноголовка обыкновенная, растение какое-то начинаю называть, я говорю, состав аминокислот, не буду весь состав, но скажу, две или три, которые активные, вот самое главное, вот в этом растении занимают самую большую нишу. И вот они, скажем, создают этот комплекс тоже активный. Все оживляются, как только слышат слово пролин. Они уже о нем знают много. Вы поняли, как мы изнутри идем? И для вас этот пролин не какой-то там пролин, господи, у вас и не зациклится, и не останется ничего. Вы поняли, почему так? Идет от живого, когда вы начинаете понимать, и уже вы читаете дальше, разбираетесь, и говорите, а там кто-то скажет, ой, знаешь, прям замучилась у меня дочь, прям герпес, 23 года девочки, герпес, генитальный герпес, на губах герпес, постоянно на носу герпес, я говорю, просто мать рассказывает, а вы скажете, а вот ты, со знанием дела, таволгу с ибили, или у вас это будет, вы окажете помощь таволгой, более того, в общем плане мы даем по, что мы обычно по герпесу назначаем, и обязательно аминокислоту лизин купить как аминокислоту, здесь большие дозы аминокислоты, нужны лизина. Смотрите, аминокислота лизин тоже начинает у нас оживать. Это уже фитотерапия, травничество изнутри, и вы не будете спать при слове лизин, пролин, понятно, да? Вы уже не будете думать, а почему этот алкалоид в болиголове работает, а это делает, это химиотерапия, болиголов это цитостатик, кариоклассический яд, которым лечат онкологию, и не только, может ли он профилактически употребляться, в очень редких случаях, в очень редких, в очень, это только индивидуальные консультационные. Но когда мы, скажем, знаем, что человек проходит химию, назначенную цитостатиками, серьезную химиотерапию, значит, допустим, вот на примере винбластин, винкристин, это рак яичника, допустим, химиотерапия, жестокая такая, жесткая назначается, и одновременно это барвинок розовый растение. Допустим, 20 человек в эксперименте у нас, а 20 пили конкретно настоечку и в траве сбор, где был барвинок розовый. И хочу сказать, что 7 человек из вот этой группы, это практически 3 человека выжили абсолютно, значит, 7 человек практически жизнь настолько мы просмотрели где-то у кого полтора, у кого 3 года, у кого 7 лет. Представляете, спасенные жизни, это же очень важно. В группе, где была химиотерапия, очень быстрый уход и страшный с асцитами, ну это очень такая локализация достаточно серьезная. Что еще может показаться из моих слов, что вот сабельник вот его делает вот таким именно пролит и резин. Дело в том, что удивительно, вот на таком примере японцы взяли и объявили, что они нашли лекарство от рака под цветок зверобой и выделили гиперацин, вот это вот антибиотическое еще и красящее вещество. Два года они работали или с этим веществом пришли к выводу, что оно не обладает противоопухолем действием. А в масле зверобоя обладает при раке желудка, при язве желудка двенадцатиперстной кишки, работает с хеликобактером. Как же так? Вы же сказали, что здесь, я говорю, что гиперацин здесь главный антибиотик. Так кто же прав-то все-таки? А выясняется так, мне очень нравится, как на эту тему говорят специалисты болгарской фитотерапии. Они говорят так, да, мы знаем с вами, что в растениях, кроме аминокислот, сапонина, гликозидов, есть много чего-то еще другого, что называют балластными веществами. И очень часто говорят, ну это балластные вещества, которые там находятся в каждом растении. Так вот, очень так сердик, специалисты болгарской фитотерапии говорят, кто вам дал право называть вещества именно балластными и ненужными. Балласт, то есть, они вот есть в природе зачем-то, но они мешают. Вот мы сейчас выделим основное, и оно будет работать. Уже обожлись очень много раз. Очень много раз. А работает вещество, потому что творец создал именно так, чтобы в этой траве в сокопокупности с другими веществами и в том числе с балластными мы получили уникальное действие. Понимаете как? Эту тайну можно открывать и открывать и открывать. Вот по этому поводу фитотерапевт Олег Барнаулов, уникальный специалист, он работает в Институте мозга, он говорит такие вещи. Действительно, когда я очень гневно осуждаю вот эти моменты по поводу выделения вещества нашей фармакологии, значит, нам часто говорят гневно, вы что нам предлагаете вернуться к прописям шотландской знахарки и работать на таком примитивном уровне? Он говорит, нет, я не это предлагаю вам, я предлагаю очень внимательными быть и бережными, подойти, потому что очень часто, как вы видите, только принимая во внимание одно, выделяя алкалоиды, создавая синтетические средства химиотерапии по формуле выделенного алкалоида из растения, мы не получаем ничего, как убийство человека очень часто. И сейчас в настоящий момент надо сказать, да, есть очень малое количество людей, которые остаются жить после химиотерапии. Надо сказать, что им очень повезло, у них очень сильная иммунная система, им повезло, и может быть повезло даже с радиохимиотерапевтами, которые смогли очень правильно подобрать средства и рассчитать это на вес человека. Потому что когда я очень часто слышу, что мы рассчитываем, я вижу индивидуальный случай, когда действительно убийство оказывается, человек убирает не от рака, а от химиотерапии, от лучевой терапии. И скажем, даже если брать во внимание то, о чем я вам говорила, вот даже лучевая терапия. Женщины делают радиотерапию, допустим, и, значит, часть женщин, которые облучали, они имеют очень серьезные повреждения и очень тяжелое восстановление, особенно касается полости рта, рак языка, гортани. Это очень страшно, это некроз, это разложение тканей. И вот, когда мы используем банально именно масло зверобоя, вы знаете, как, у меня сейчас у нас в центре, центр, значит, консультационный центр фитославица у нас, работают специалисты удивительные, у нас нет специалистов, кто не болел раком, у нас все перенесли рак, то есть практически работают люди неравнодушные, сами прошедшие, верящие в это невероятно просто, занимающиеся этим, и помогающие, скажем, вот ту же Калужскую область они приезжают, помогают, и на нашем аптекарском огороде, это огород, на котором мы выращиваем те травы, которые мы не можем собрать в обычной дикой природе, потому что это в Южной Америке растет трава, она нам нужна здесь, скажем так, и вот, скажем, эти люди удивительным образом прошедшие прекрасно понимают, и когда человек говорит, надо же, у всех плохо, а у нее почему, врач говорит, почему у вас ничего, наверное, вас не берет, я не могу ему сказать, потому что запретили, просто не разрешат, что я буквально утопаю в масле зверобоя, потому что это противоожоговое средство, и самое интересное, человек выживает, вы понимаете, как, то есть как раз та часть волны, которая нужна, принимает организм, для того, чтобы статика процесса случилась, но защитили именно клеточку, правильно, значит, эпители клетки, поверхностные слои кожи, и, скажем, иммунная система не была потрясена до основания, вот что такое еще масло зверобоя, поэтому, когда мы говорим о выделенных веществах, мы часто становимся просто беспомощными, вместе с тем, я хочу сказать такие вещи, совершенно не планировала об этом говорить, всегда говорю, видите, в каком формате пойдет, всегда решайте вы, я вас чувствую, как бы, да, вот, и оно идет, вот, видимо, совершенно, я себе тут даже написала, что я хотела сказать, вообще, говорю не о том, как выяснилось, так вот, что получается, если мы с вами работаем именно в таком формате, как вот, чувствую я вас, то, наверное, надо сказать, что не понравилось бы, наверное, скажем, химию радиотерапевтам, то, что я скажу сейчас онкологам, есть такой препарат тамоксифен, слышали кто-нибудь? Слышали? Ну, если не слышали, слава Богу, почему? Потому что препарат, это средство химиотерапии, очень жесткое, это искусственная формула, скажем так, ТИС, есть американский, тихоокеанский ТИС, лиственница, тихоокеанский ТИС, это тамоксифен, как раз продукт, выделенный из ТИСа, тихоокеанского, сам тихоокеанский ТИС, конечно, растение токсичное, ну, если вот такое, серьезное, и его продукт из него может действительно делать чудеса, иначе бы просто не занялась фармакология, да, но фармакологи выделили и создали искусственную формулу, и вот искусственной формулой, значит, делают химиотерапию, более того, сделав часто жесткую химиотерапию, отправляют домой, и потом тамоксифен, таблеточка к женщине продолжает принимать, если вас это заинтересует, я вам отправлю потом из дома, у меня есть книга, американского ученого, очень серьезная, я просто статью очень серьезную могу отправить, потому что огромное количество судебных процессов, препарат, вызывающий рак груди, который назначают для лечения рака груди, при опухоли груди, вот такие вот вещи, рак матки, рак груди, то есть и доказаны вот эти процессы, очень серьезные такие, то есть, ну, если кого-то заинтересует, могу выслать, конечно, я на почту, это очень серьезная книга, вы найдете, скажем, я статью эту дам, и автору дам, а книгу можно найти в интернете, то есть, то есть, хочу сказать, видите как, то, что дано растению, не дано средством часто химиотерапии, может случиться так, что вы подумаете, что я ярый противник, я не ярый противник химиотерапии, я просто говорю о том, что хорошо, если попадется искусный химиотерапевт, и очень участливый онколог, который очень продумает все досконально, подберет средства химиотерапии, непосредственно ровно настолько, чтобы опухоль действительно получила вот ту дозировку, которую надо, и иммунная система была надежно защищена, и назначения рядом будут правильные, а в основе своей, я совершенно вот буквально, я услышала несколько дней назад, вот старую запись, встреча, значит, профессора Курсуна, это мэтр фитотерапии у нас, с группой специалистов российских, в том числе очень серьезные химиотерапевты, лучевые терапевты, радиотерапевты, так ему не дали просто так сказать, он начинает говорить, его забили просто, и знаете, вы бы видели лица людей, с каким сарказмом, с каким превосходством, что, о каких-то растениях, он говорит, да вы знаете, он, да подорожник возьмите, он не просто голословный, он начинает говорить, какие вещества, но он не специалиста, что является противоопухолем, почему, никто не дал слова сказать, когда он говорит о сопроводительной терапии, о том, что вы противоопухолевую терапию должны сопроводительной делать фитотерапией, химиотерапией, именно фитотерапией сопроводительной, чтобы смягчить удары, они, конечно, Нашли сказать так, ни в коем случае, потому что тогда нужное количество не пойдет, вы ослабите. Вот такое могут сказать люди, которые ничего не понимают в фитотерапии. Это врачи? Конечно, не просто врачи, это доктора наук, очень серьезные, тем более доктора наук, очень оторванные, скажем, от темы, от вопроса. И будет тысячу раз специалист очень высокого класса, но чтобы ему в этой теме быть абсолютно грамотным, надо самому очень глубоко постичь этот вопрос. Понимаете как? Вот почему. Поэтому, а судьи кто? Вы понимаете, не может дать человек до конца, он может только сказать, нет, моя химиотерапия это повредит. А грамотный фитотерапевт назначит, зная, во-первых, что, доксерубицин, что назначено конкретно, венбластин, венкрестин, что назначено, каниин, что там, один из каких, там 2-3 иногда бывает препараты, даются в сумме. И зная вот эту токсичную, эту токсичную, линейку этой токсичности, он уже четко может подобрать такие препараты. И зная дифференцированно часто этого пациента, а потому что у этого человека он смотрит, он идет на химиотерапию, у него росток крови-то никакой. Знаете, какие у него лейкоциты? Да его сейчас совсем это убьет, ему надо поддержать, ему поддержать продукцию костного мозга надо обязательно. А у него почки, орган-мишень почки, орган-мишень сердца, то есть у нас же у каждого, чтобы мы какую-то терапию не проходили, и опухоли у больных очень часто, он приходит, у него проблема, скажем, у женщины в матке, а у нее с почками проблемы, органы-мишень мы говорим, слабость именно в органе почки и сердца, сосудов. Что мы можем, как мы можем терапия прикрытия для того, чтобы пощадить органы и системы, и для того, чтобы иммунная система имела силу выйти в конце концов из этой борьбы победителем. Вы понимаете, как все тонко? Но это не значит, чтобы огольно, вот так вы не ходите ни в коем случае. Мы за рациональное зерно во всем. И за сотрудничество, за содружество. Мы хотим, как фитотерапевты, мы понимаем, но та сторона не готова слушать. Я просто, если вы вот найдете, ой, значит, знаете, как называется передача, мозговой шторм, наберите мозговой шторм, цикл передач, встреча, фитотерапевт, там, Корсун, напишите, Корсун. И вот посмотрите, и вот доктор наук, значит, отделение радиотерапии, вы просто посмотрите. Я ничего оскорбительного не хочу сказать в адрес этого человека, этой женщины, но лицо, с каким она сидит, это глубоко, настолько, вы что тут сидите? Вот знаете, вот такое было ощущение. Я думаю, ну если на таком уровне у нас будет идти разговор, мы никогда не найдем точек соприкосновения, к сожалению. Нельзя. Если человек не готов слышать, тогда смысл. Никакого смысла нет. Вот и получается спасение утопающих, дело рук самих утопающих. К сожалению великому. Вот поэтому, кто предупрежден, тот вооружен. Еще что-то можно сказать на эту тему. Но помните всегда, помните всегда, даже минимум, вот в этой стороне всегда старайтесь работать с грамотными специалистами. Старайтесь работать. Во всем, что бы мы ни делали, должен быть профессионализм высокого класса. Стремимся к этому. Я с вами согласна. Нам хочется, чтобы у наших деток были лучшие учителя, самые лучшие, чтобы они вспоминали, чтобы мы знали, что отчасти того, что мой ребенок вырастает таким особенным, есть заслуга этого учителя. Правильно? Или, чтобы на врач талантливый попался. Ну где? Ну когда-то процесс сказал, я была потрясена. Это мой муж мне рассказал когда-то. Он прочитал и бежит ко мне. Говорит, Лена, я нашел, что говорит процесс. Я говорю, что же он говорит? Он говорит, что у врачей рождается определенное количество. Интересно сказано. Я думаю, так сказать, можно много. Обо всем. В разных областях. Мы хотим всегда искусство во всем. Чтобы это было на уровне искусства. А на уровне искусства это уже служить. А чтобы служить, надо посвятить этому жизнь. Видите, сколько? Одно цепляется за другое. То есть это вот так должно быть. Но вы на своем уровне, если захотите помочь своим семьям и себе. Как я вам уже сказала, смотрите, исходя даже из одного растения, можно сделать просто совершенно чудесные вещи. Видите, что происходит? Каждый год мы с вами видим, как растет количество инфекционных и вирусных заболеваний. Если раньше, за сезон мы там грипп имели, там какую-то простуду, сейчас, во-первых, круглогодично. Я не знаю, как у вас, в Москве страшно. Одно, потом другое, потом третье. Лица совершенно новые каждый раз у вирусов. То кишечная так называемая форма. То форма сейчас вируса, когда все жалуются, звонят. Я вот в поезде была, мне звонили. Елена Викторовна, звонят, говорит, вы знаете, у меня соседи по бывшей квартире просто лежат. Более главное, как при менингинте. У стариков, у детей. Что это такое? Потом еще звонят люди. И клиника одна и та же. В чем дело? Что это? Или это действительно искусственно созданная, или мутация ранее, которые были? Мы не знаем. Мы не знаем. Или борьба против нас, скажем так, или как. В любом случае, значит, мы должны понимать, что средства лечения, очень часто мы с вами видим, они имеют резисцентность, да, чувствительность теряется. И только вот здесь мы с вами скажем, что растения, и мы находимся в очень хорошем положении. У растений, на растениях не вырабатывается резисцентность. То есть всегда чувствительно. Единственное, что мы говорим, если есть возможность монотерапия одним растением, или сбором каким-то, менять чаще. Желательно каждый месяц, или даже если вы короли, и у вас есть много чего, то каждые две недели организм лучше так чутко, более чутко реагирует, скажем так, на любую терапию. Но это физиологично, скажем, очень. Короткий вопрос. По ходу есть фитотерапия Шверкова, Евгений Петрович. Знаете, он наш отечественный, очень интересный человек. Надо записать. Он вообще, да, да, мы, я думаю, что мы будем общаться. Хорошо, мы пишем. Так вот, и у него немало книг. Он вообще предлагает в своих схемах ежедневно менять спорта. Ежедневно, то есть вот один день противоревматический, второй противовоспалительный. Я соглашусь, почему-то, что это раскачка же, это раскачка, и в хорошем смысле раскачка. Чтобы поочередно удалять точки разные для того, чтобы весь организм начать оздоравливать. Особенно на начальных, когда человек не употреблял серьезную физиологию. Вот так у нас обычно противопухолевая программа. Если назначается, мы делаем день один, день другой, два сбора даем. Или три дня, три дня, или семь дней, семь дней. В зависимости, то есть я уже чувствую человека. Кому-то через день, а кому-то через три дня. Вот так вот, кому-то через неделю. В каждой сборе, в любом случае, обязательно. Цветки бузины, как вы к ним относитесь, и витаминные. Отношусь очень хорошо к цветкам бузины, потому что тоже это антибиотик, антибиотик, противовирусное средство чудесное, противоопухолевое чудесное. Потому что женская половая сфера – это совершенно прям бузина, особенно не цветки, а сок ягод бузины – это противомиоматозный, при эндометриозах чудесный. Ну а цветы бузины – это старинное, скажем, такое средство чудесной простуды. А если взять американцев, на которые все очень смотрят сильно, на терапию американцев, у них бузина в каждом магазине, в каждом супермаркете, как чай против простуды. Поэтому вот, пожалуйста, иммунный индекс, поэтому согласна абсолютно вот с этим утверждением, скажем так. Ну а сок, если можете посадить у себя вообще бузину, скажем, хорошее деревце вырастет, тут кустарник такой, может быть, очень больший, очень высокий, то сможете получать и цветы, скажем так, и ягоды, иметь сок бузины, тоже противопростудный он также, витамины. Очень хорошо, конечно, безусловно. Вот я ваши вопросы, я отвечаю на ваши вопросы, которые здесь уже, чтобы вот так вот. Мы ответили на вопрос, есть ли у вас какой-то социстемный подход, из чего лучше погружение? Вот мы с погружения и начали, да, и поняли, что мы заходим именно из глубины на поверхность идем, потому что вот так вы начинаете постигать суть. Тогда у вас не информационный котел, который не знает, куда что-то пришить, а все начинает оживать. А если оживает, это ваша картинка, ваша суть, вашим опытом становится. Это очень важно. Будет ли полезен эффект от одного семинара? Или надо посидеть несколько, чтобы хотя бы что-то уметь самому? Но я думаю, что с первого семинара вы унесете так много, дай бог, чтобы практического записывали, что дай бог, чтобы вы что-то смогли сделать из этого. Ну, скажем, приезжают на второй семинар и просто вижу, что уже глаза другие, это уже практики. Я говорю, что сделали? Масло зверобое поставила, масло березы поставила, собрала таволгу, семья в восторге. А бывает так, что приходят на семинар, допустим, специалисты, врачи, допустим, у меня, если врачи сидят не, скажем, в какой-нибудь специальности, а хирурги. Чего там хирургам делать, да, скажем? Ну, вот захотелось ему так, потому что врач еще и холистической медицины хочет им стать, как он сказал. И вот он пришел, да, притом хирург, но и на хирургии, так, говорит, Ирина Викторовна, я не буду это все делать, я лучше пациентов к вам буду направлять вот так вот за тем же. Я про себя, это он с самого начала мне так сказал. Я так улыбнулась внутри себя, думаю, да, 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 влюбишься и женишься, никуда не денешься, все равно цвета такая, так из глубины. Не я решаю, поверьте, не мне решают, Господь все решает. Инициации проходят, что вы даже просто не поймете, почему вас так повернуло вдруг все, как это все прекрасно. И что вы думаете? Летом сижу в болоте, собираю траву, жара, гнус, звонит телефон, и Алексей Анатольевич мне кричит, Ирина Викторовна, сидит вся семья, отрывает цветочки зверобоя, что вот так вот я вот это сделала, вот это, а дальше чего, как еще сделать? И вот с тех пор, мало того, что он теперь работает еще в очень интересной клинике, практически очень интересной вакуумным массажем работает, работают еще какие-то виды массажа, представляете? Он еще врач, например, натуропевт, к тому же гомеопатией еще занялся, к тому же таволгу, но оставил для себя. Вот таволгу собирает каждый год и делает масло зверобоя, все, я без этого работать не могу. Ну еще там одно маслице, которое мы в пропись проходим, помните фитоспас, я вам сказала с самого начала, масло уникальное, которое делает чудеса. С мышечными болями там, ревматические боли, оно уникальное, то есть это масло, которому нет цены. Вот делаем еще. Так что вот такие моменты, так что не думайте, что вот, ну так же, как и та Наташа сказала, что я здесь сижу, что я здесь делаю, и стала делом всей ее жизни. Ну вот так попал человек, и из риэлтора стала теперь востровником она, целителем. Великолепно. Так, следующий вопрос. Поэтому всегда, конечно, безусловно, если так случилось, что человек не смог принять участие в первом семинаре, или не сможет посетить еще какое-то, имеет ли для него смысл приходить и учиться с того момента, как у него получается присоединиться к группе? Или группа формируется раз на длительное время? Вы знаете, просто так получилось, что у нас группа формируется, и костяк идет постоянный. Но бывает так, у кого-то кто-то заболел, у кого-то свадьба, у кого-то покороны, и два-три человека не смогли прийти. Они приходят на следующую середину, группу догоняют. А бывает так, что приходят новички, один, два, то есть три человека. Вот в этот раз в Перме было пять человек новеньких. Как я говорю, мои сразу напряглись. Напряглись сильно, потому что скажут, ага, будут сейчас вот вопросы, нас сразу будет отвлекать. Ну и почему я вам рассказывала, что они тут же все быстренько продирижировали. И если какие-то такие вопросы лучше не задавайте нам, зададите их, мы вам объясним в перерыве. И более того, много печатного вам дадим из тех тем, которые мы прошли. По маслу зверобоя, по технике приготовления, нанесения, там то-то, то-то, то-то. По фитоспасу, как готовить, там все-все-все это есть. Завтра я вам тоже такую литературу дам. То есть, ну как не литературу, а скажем, проспекты, по которым вы сможете это сделать конкретно, с чего-то начать. Так что группа рабочая, она в движении, это такой организм. И у нас получается так, что рабочая группа в центре проводится, допустим. И это также в Москве, и в Перми, и в Екатеринбурге, скажем, в Саратове, в Питере. Но знаете как? Потом получается, что летом выездные этой же группы семинары у нас в той же Перми, но, допустим, на природе. И приглашаем и Тюмень, и Екатеринбург, они приезжают на эти выездные туда. Потому что мы проводим семинары на природе, там у нас есть где-то, у строителей на Урале. Или же приглашу к себе в Калужскую область, это вот, летом. То есть это, ну я так считаю, что у меня база уникальная тут. Вот я пока в России такого не видела, потому что у нас получается так, что мы живем на хуторе, а хутор этот, то есть это как в выселке, как раньше говорили, деревенский. Деревня там, а мы вот здесь, мы у леса. Я вам, если интересно, потом покажу даже эти вот картинки. Как вот, вот поле и вокруг леса, скажем так. И рядом у нас вот аптекарский огород большой, на котором все это выращивается, где вы можете посмотреть, какие растения, скажем уже, вот здесь поле, и мы вышли в это поле, и уже записываем то, чего я даже иногда забуду сказать на семинаре, что-то новое, когда в потоках идет, и там мы начинаем вот в поле. Про ту же манжетку, манжетку знаете очень многие, вот, говорим про эту манжетку. И там столько трав, о которых мы вышли, вот, говорим. Что такое, когда вы получаете информацию от человека, конкретно который показывает. И вот здесь уже, избегая слова учитель и наставник, как обычно говорят, от учителя к ученику, как это обычно говорят, да, когда человек покажет практики это, то есть вот непосредственно. Это интересно, ну, в той же Перми. Так, ну что, записали, все, мы на природе, все записали. Пойдемте-ка, рядом лес, пойдемте туда, выйдем вот на поляну, там походили, там собрали, там написали. Лена Викторовна, а вот здесь даже сказали больше, чем там. Я говорю, конечно, потому что потоки, все, вот еще вспоминается что-то, и то, и то, и то сделали. Вот, иногда совершенно удивительные вещи, а там излучены реки, поворачивает река, это вообще места силы особенные, там дебаркадер прям такой. Солнце, последние теплые деньки такие, значит, август, но, скажем, там очень рано-холодно. Солнце, тепло, пойдем все на дебаркадер, берем с собой на что сесть, а там деревянные настилы, берем себе кепочки и садимся писать на дебаркадере. Ой, наверное, плохо будет слышно, там же вода, а там наоборот, звук хорошо разносится. И все вспоминают, ой, помните лекция на дебаркадере какая была? Всем вспоминают, всем здорово, ну хорошо. То есть, какие-то вот такие очень интересные моменты, конечно. Так что лекции могут проводиться и в режиме, конечно, вот, скажем, непосредственно, практическом. Что там еще? Там мы учимся на практике варить сиропы, делать сиропы-бальзамы на основании вот этих сиропов. А сироп мы варим, это очень даем, интересно, как хорошо, что я это вспомнила. Я вам когда про березку-то говорила, я не сказала, что есть разные же формы. Я вам говорила про мазь, про маслицу, да, про настойку. А еще не сказала, что есть еще порошковая форма березы, а есть еще форма у нас с вами сироп и сироп-бальзам. Ну, допустим, даже, скажем, очень интересно, первый мой сироп, который я приготовила вообще в своей практике когда-то, это был сироп березовый. И я подсмотрела это у фирмы Веледа, великолепная фирма, в которой есть очень много интересных, скажем так, рецептур. И когда я увидела, я застыла в магазине антропатическом, увидела вот эту бутылочку и думаю, это интересно, а почему бы самим-то не сделать? И когда я приготовила свой сироп, потом я поняла, что я делаю концентраты такие, которые очень выгодны, скажем, к применению пациента, потому что мы можем более маленькие визировочки пить или растворять, скажем так, в воде, или пить просто сиропом не запивая, маленьким деткам давать тоже. То есть это еще интереснее. Этот сироп является лимфатическим, он двигает лимфу, кровь, он желчегонный великолепный, мочегонный, то есть очень много витамины, очень много у него вот таких вот показаний. Потом сироп-бальзам. Почему сироп-бальзам? А чем он отличается? Вот у березы, допустим. Здесь я говорю то, что есть, скажем, любая трава, исходя из ее биохимических составляющих, мы знаем, что какие-то вещества полезные выделяются у нас водным извлечением, гидрофильным, скажем, гидрофильным извлечением. Вот, а если нам извлечь их спиртом, уже действие не такое. Зато есть там вещества, которые не будут выделены гидрофильным способом, водой. Но нам они очень нужны. Представляете, что получается? Какое чудо! Мы с вами сделали отвар, а может быть даже не один, а там дважды сделали, сварили, процедили, удалили, в этот отвар еще заложили эти же растения в определенные пропорции. Концентрат сделали, удалили. Значит, как только вы сварили сироп, у вас, значит, вы уже заранее поставили, скажем, у вас уже спиртовая настойка листа березы, да? Или почек, или листик березы. И вы берете какую-то определенную часть, мы с вами все будем записывать, настойки, и добавляете уже в сироп. Смотрите, что получается. Спиртом вытяжка, да, спиртовая активных веществ. Это будет настолько и для деток, и для взрослых, противовирусная, антибактериальная. Это будет, ну, просто такая бомбочка. Еще будет работать с лимфой и кровью. Просто великолепно. Дам обязательно вам очистку. Дам вам очистку органов систем, авторскую мою, которая, в которой очень интересно, скажем, мы можем с вами применять вот такие способы, простейшие. Но, допустим, та же весна. Устали люди, сколько проблем, болезней, вирусов. Да вообще к весне организм устает. И как его быстренько поставить в состояние рабочее, радостное, более того. Очень можно вот этими, скажем, препаратами, которые вы сами сделаете. Вы просто пойдете в магазин, часть из этих. И просто сейчас из этих продуктов вы купите и сделаете. Это очень быстро. Я думаю, что что-то в аптеке купите. Я расскажу, как это можно сделать. То есть очень много того, что вы каждый всегда получите и унесете, скажем, и будете практически использовать. А, поделитесь, какие результаты у ваших учеников. Ведь есть школа, где вы работаете много лет. Я уже вам отчасти это говорила, что результаты очень хорошие. Но даже если взять с самого-самого, с кем я работаю у себя в центре консультационном, скажем, врачи, бактериолог, биохимик, бактериолог, значит, онколог, дерматокосметолог, венеролог. Дерматокосметолог, правильнее так сказать. Детский кардиолог, эндокринолог. То есть я хочу специализации. Вот такие вот, потрясающие специализации. И вместе с тем это все люди, которые просто, ну, они прошли. Почему говорю ад? Вот серьезный ад в каком плане? Самое страшное, когда человеку ставится такой диагноз, и он начинает умирать от шоковой терапии, которую он себе... Ну, это стресс. А шоковая терапия какая? То есть он начинает кидаться из крайности в крайность часто. И не находит, естественно, никакой пользы в этом. И очень часто именно начинается исцеление с того, не излечение, а исцеление. Ну, знаете, какое слово применило. От рака нельзя излечиться. От рака можно исцелиться. Потому что это четко, я знаю, на примере, скажем, работы с пациентами и со своими близкими. Потому что это всегда три единые начала духа, души и тела. И не решая вот это в совокупности, мы никогда с вами не получим вот такого результата. Рано или поздно вот эта ситуация у нас всплывает. Поэтому это очень такой комплексный, скажем, момент. И вот, скажем, если говорить о моих коллегах, то хочу сказать, что успехи серьезные. И вот, скажем, одна из докторов, я занималась ее родителями 25 лет назад. У обоих была онкология. Потом прошли годы, и они привозят ко мне дочь с онкологией. Она сама онколог, муж онколог. Но они привозят. Они привозят, и один из российских городов, она сейчас в Москве живет, работает со мной. Начали мы с ней заниматься. Я хочу сказать, что пришло вот такое время, когда, я говорю, надо как-то изменить угол зрения. И работа не нравится. Человек столько знает, а приложить в себя некуда, неинтересно все. И тогда и родителям сказала, так, все, у вас возраст позволяющий, вы мудрые люди, вы не умные, просто вы не просто умные, вы мудрые еще к тому же. Давайте, занимайтесь, приезжайте. Они приезжали ко мне на лекции, на семинары, потом приезжали с диктофонами, записывали на приеме очень много. Они жили в Ленбурге и стали ездить в Башкирию, там трава очень хорошая в Башкирии. Стали ездить на заготовку трав, делали очень много форм. Работа изменилась вообще в корне. То есть настолько и дочь выздоровела, и очень много интересного. И получилась цель и смысл жизни. Господь вошел в жизнь этой семьи. Понимаете как? То есть не просто как, скажем, просто забота о здоровье. То есть это целостность. Это вообще целостно видеть в себе, это великое счастье. Тогда человек перестает бояться смерти. Абсолютно. Абсолютно. Это удивительное состояние. Потому что вот смерти нет. Нет, ну опять, это вот мы с вами знаем, что нет. А если бы вот так все рассуждали, ну, вы знаете, как хорошо. Они, может быть, и не болели бы тогда. А то человек приходит от страха, просто умирает от страха. Почему я говорю, в онкологии часто страх убивает. Диагноз убивает. И когда мы говорим, что нужно отнестись к этому именно как к очень серьезной болезни. К очень серьезной и излечимой. Ну, люди-то в основном как говорят? За что? За что? И бунт такой и больше ничего. И он мешает вы столько... Абсолютно, абсолютно. И что вы думаете? Зашубление идет настолько, что не пробиться. И когда человек задает вопрос себе, для чего мне это дано? Для чего? Мы имеем совершенно другие результаты. Потому что как только, смотрите, почему, да еще с требованием, повисает. Нет никакого ответа. Но как только человек задает, для чего, инверсия идет. Смотрите, идет. Нет безысходности. Где-то подсознание всегда знает, что если я задаю вопрос, для чего, все, пошла информация. Нам обязательно дадут. Человек, обстоятельства, какую-то передачу, печатное слово, все что угодно. Все пошло. Обязательно будет дан ответ. На этой инверсии придет очень много. Только разбирайся, скажем так. Только разберись. Только захоти это принять. И поэтому хочу сказать, что результаты есть у всех. Есть у всех. И более того, уральский регион. В уральском регионе группа разная. Вы можете подумать, что там одни профессионалы. Почему я больше на Урал? Обращаю внимание. Люди какие-то особенные. Какие-то настоящие. Какие-то, знаете, чистые. Чистые. Я сравниваю с Москвой все время, с большими регионами. Почему? Потому что вот получил на семинаре, зажал платки, никому не дал. И сбежал. Соседи рядом, работают в центре врач, никому не расскажут. Ни за что не покажут. Я за это деньги платил. И вообще. Вы понимаете, ну вот так вот все. Вот так вот все. А там интересно. Вот отдала. Поехали по регионам. Они поехали. В деревне поехали. Вот доктор, значит, Дмитрий, удивительный, конечно, совершенно человек, врач, который буквально вот в одну деревню, в другую себя, в деревню, на три деревни это точно, собирает женщин, рассказывает, как нужно заботиться о детях, о мужчинах, которые много работают. Как сделать там-то, там-то, то-то, как приготовить женщину. Вы знаете, он мучает. Вот он взял оттуда, принес. Масла ставит, мази варит, сборы делает. Более того, вот у меня закупали, значит, в центре, в котором мы обычно собираемся для лекций, они собирают, у меня закупали много лет. Препараты, сборы мои. Для работы с пациентами. Перестали закупать. Какие-то вот паразитарку берут, еще там что-то берут. Потому что Дима стал все делать. Вы понимаете, как? Стал все делать. Но это не счастье. Это счастье какое. Не счастье ли это? Счастье, конечно. Счастье, что там есть человек и не один. Светлана, Лена, Матавица. То есть, смотрите, как вот смотришь и думаешь, ну надо же. То есть я вам таких уже сказала, которые, знаете, зубры, а не зубры. Когда говорю, не взмыкайтесь на то, что я сказала. Вы в потоках, вы творите. Уже имея вот эту основу, создавайте сами лекарственные формы. Не думайте, что вот-вот прям на мне. Работайте. Какое счастье. Создают новые и сиропы, и препараты, и масла, и рассказывают, и как, и чего. То есть вот оно пошло дальше. Смотрите, какое чудо. Делятся, идут. Поэтому хочу сказать, что, конечно, это здорово всё. Безусловно. Иногда бывает такое, что семинар последний в Москве. Это вновь набранная группа. Первая группа. Интересно. Есть люди, которые вот действительно включились и захотели. И прямо вот все на подъёме. А одна женщина подошла и сказала. Я думала, вот уже, я вот не буду собирать. У меня ни дачи. Лес чистый. Я не могу. У меня нет сил. Я с таким удовольствием всё послушала. Ну, может быть, там чего-то. Ну, знаете, про питание. По питанию мне очень подошло. Я по многим моментам для себя взяла много интересного. А самое главное я поняла. Я для чего к вам пришла. Для встречи с Богом. Потому что есть две главных встречи. Самые главные встречи в жизни человека. Это не мои слова. Это слова одного из моих любимых святых, Антония Сурожского, владыки Антония Сурожского. Это наш современный святой, который не канонизирован. Но он у Бога святой. Он умер 10 лет назад всего. Но это уникальный человек. В своё время он сказал так. Две самых главных встречи в жизни человека, которые определяют человеческую жизнь. Это встречи человека с человеком, которые иногда бывают судьбоносны, и человека с Богом. Речь идёт не просто о религиозном контексте, а встречи с живым Богом. И чтобы было понятно, я вам скажу, даже, может быть, это вам покажется, не относится к теме нашего разговора, но это очень относится к теме. Потому что трава – это духовная составляющая. Это не просто продукт, скажем, знаний, продукт интеллекта. Это продукт духа. Прежде всего, чтобы трава такой вот была, нужно вложить не только, скажем, знания, средства, время, но ещё много того, что остаётся за гранью. А оно и является основополагающим. И вот владыка, чтобы было понятно, почему именно встреча с Богом в своё время, его родители, его отец был дипломатом в Персии. И вот начались вот эти волнения, эмигрантская волна, и судьба их забросила во Францию. Отец и мать их развелись, и осталась бабушка, мама, кушать не на что. Даже спать-то негде, она где-то полы мыла, и чтобы в коморку он мог там проскочить, она заговаривала администратору гостиницы, зубы, а он проскакивал туда, чтобы не разрешали. Ребёнку 8 лет было, представляете? И вот потом отдала мама её кормить, просто негде спать, негде жить, негде. Отдала его в закрытую школу для мальчиков, которая находилась на окраине Парижа, где с таких трущок дети были. А ему было 9 лет. Если вы когда-нибудь увидите его фотографию в книге 9-летнего возраста, вы увидите, он больше на девочку похож. Нежный дворянский мальчик. И он писал, не писал, а вспоминал, вспоминал, вернее, о тех временах, он говорил так, «Не было 9 лет, и я не умел жить». «Я не умел жить». Представляете? Ребёнок говорит, «9 лет, и я не умел жить». То есть не было иммунитета, не было возможности приспособиться к этим условиям жестокой жизни. Его избивали страшно. Его избивали страшно. Кушать нечего было. Иногда мне казалось, он ещё до вот этой школы, и уже в школе, он говорил так, «Ну всё, уже больше жить не могу, и не хочу больше». И он говорил так, «Я кидался под колёса автомашин, чтобы наконец всё, всё закончилось». А оттуда выходил шофёр и избивал меня ещё страшнее. И вот это продолжалось какое-то время, пока однажды его преподаватель в школе не сказал, «Завтра к вам придёт священник поговорить с вами». Я был уже, говорит, бойкий на язык, я сказал, «Мы вашего святошу завтра выведем на чистую воду». Он понял, не понял, он просто знал, что ему никто не может помочь, и Бог что, не видит, как он мучается, как ему плохо, а тот придёт там рассказывать о чём-то. Да, и он сказал, он был быть очень мудрым, этот преподаватель сказал так, «Ты знаешь, ты завтра сядь где-нибудь в уголочке, думай себе свои мысли, а то по всему Парижу разнесут какие-нибудь тут такие». Да, его очень уважал. Я сел действительно в уголочке и стал думать свои мысли. Но вы знаете, он так громко говорил, он мешал мне думать, всё время мешал. И в итоге, если вы думаете, что он меня обратил, вы глубоко ошибаетесь. Я пришёл домой весь в негодовании, весь кипящий от возмущения того, о чём он говорил. А говорил с ним немало, немного с ним. А знаете кто? Был Сергий Булгаков. Но не путать с тем, кто написал «Мастер Булгариту» только. Это знаменитый богослов эмигрантской волны Сергий Булгаков. Этому человеку была дана сила такой, духовной энергии, которую могла включать, как мы часто будем инициировать из области, скажем, эксессорики больше. Так вот, он говорит, я пришёл домой, прибежал домой и в негодовании сказал маме, дай мне Евангелие. Есть у тебя? Он говорит, есть. Я взял Евангелие, вырвался, самая короткая от Марка, иду, и сейчас я ему напишу письмо. Взял карандаш и пишу. И вот в тот момент, когда я в негодовании выбирала те места, чтобы опровергнуть, и сказать ему, вдруг произошло нечто. Вдруг передо мной явился Христос. Но не удивляйтесь не в физическом обличии. Передо мной был Христос, и я видел его духовными очами. Вы понимаете, сказать обычному человеку, скажем, как сейчас я скажу, с передним переразвитым мозгом, то есть человек, который материально, четко мыслит, только на материальном уровне, в плоскости этой, это значит ничего не сказать. Он говорит, я видел Христа перед собой, и в этот момент ощущал все. Я бросил все и побежал на улицу. Я бежал по улицам Парижа, охваченному послевоенным вот этим ужасом, бедности, калеки, обездоленные, трущобы. Было страшно, а я кричала. Субтитры создавал DimaTorzok